СПОРТ ВНЕ ПОЛИТИКИ Согласитесь, теперь это точно неправдивый тезис. Это до 24.02.2022. Они прославляли родную Украину на боксерских рингах. Радовали миллионы болельщиков на футбольных стадионах. Шокировали весь мир своими победами на теннисных кортах. И восхищали фанов на биатлонных стрельбищах. Так было до войны. Но с первого дня вторжения врага символы украинского спорта грудью стали на защиту своей родины. Российская Федерация уничтожает наши города. Равняет их землей под предлогом борьбы с фашизмом. Вы боретесь с нашими женщинами, детьми и стариками. Александр Усик. Уникум бокса. Еще недавно мы восхищались им в чемпионском бою против Энтони Джошуа. А теперь Саша в теробороне столицы и не подбирает слова в адрес русского врага. Цинично врете и продолжаете врать о том, что это какая-то спецоперация и то, что ваши стрелки стреляют по военным базам. Пока Саша защищает страну, его дом под Киевом обстреляли враги. Послушайте супругу нашего чемпиона. Мы не спим уже неделю. Караулем наш дом, чтобы его не снесли к хренам собачьим русские наши братья, которые очень сильно о нас заботятся. Жена Усика не собирается сдерживать эмоции и прямо говорит, что готова отблагодарить того, кто ликвидирует Путина. Это мой город. Готова уже сама заплатить. Сделайте что-нибудь с этим Путиным и его шавками. Еще одна суперзвезда украинского бокса. Легендарный Лома Василий Ломаченко. Ломаченко! Сейчас Вася на защите своего родного Белгороднестровского, который недавно тоже обстреляли российские захватчики. Не отстают от наших боксеров и звезды украинского футбола. Например, харизматичный Александр Алиев, родившийся, кстати говоря, в российском Хабаровске. Саша признается, сейчас практически не общается с родителями, которые живут в России. Ведь они попали в плен российской пропаганды. Первое время я общался с родителями. На данный момент я с ними не общаюсь. Они, то, что они смотрят у себя в России по телевизору, и, знаешь, они видят совсем все другое. Все то, что у нас здесь фашисты, то, что у нас здесь нацисты, и то, что у нас здесь происходит мародерство. Сам же Саша много не говорит, но много делает. Защищает родной Киев в терробороне. Всем доброе утро. Как я и говорил, я здесь, в Киеве. Остался, останусь и буду здесь. И буду защищать страну свою, там, где родились мои детки. Полузащитник футбольного клуба «Колос» Андрей Богданов тоже не остается в стороне и уже дал присягу украинскому народу о защите своей отчизны. Я, Богданов Андрей Гешенович, вступаю на листовую службу и юридическую пленусь народу Украины. Ты будешь верным и виданным в нем. А эти два украинских мастера телесной ракетки и мячика еще недавно восхищали своей игрой весь мир. Сергей Стаховский побеждал на легендарном Уимблдоне самого Роджера Федерера. А Александр Долгополов разбивал на корте именитого Рафуна Даля. Теперь наши теннисисты в терробороне Киева. Я украинец, и я этим горжусь. Я горжусь каждым, кто сейчас защищает нашу страну. Каждым человеком, который сохраняет покой, охраняет своих родных и близких, не дает России, этим чертовым детям, сломать нашу волю. Но не только спортивная сильная стать Украины защищает свою землю во время войны. Вот она, героиня наших дней, титулованная украинская биатлонистка Анастасия Меркушина. Теперь чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы поменяла биатлонную винтовку на боевой автомат. И в рядах военных сил Украины защищает Родину. В мою честь неоднократно поднимался флаг Украины. Настало время защитить его и поменять биатлонную винтовку на автомат. Как видим, пока некоторые украинские псевдопатриоты-спортсмены отмалчиваются, находясь в России. Тимащук, а где ты пропал? Что язык в ж... засунули, у кого-то в ж... он торчит. Патриот ты наш, украинский. Оказывается, ты флажки рисовал на щеках, это так, чтобы попонтиться? В то время, как русские спортсмены поддерживают Путина во время войны против Украины... Мы били за правду все эти годы, пока на Добасе истребляли Савян. Поэтому я за президента и его решение ставить на защиту простых людей. Наши суперчемпионы уже не верят в бред про спорт вне политики. Они защищают свою землю и знают, мы точно победим. Украина теперь граница между миром и войной.